Дорогие члены ученого совета, позвольте начать наше заседание. В соответствии с указом председателя ВАГ Российской Федерации, совет утвержден в составе 23 человек. В настоящее время присутствуют члены совета 17, по специальности сердечно-сосудистой хирургии 7. Поэтому кворум у нас имеется. И позвольте начать нашу работу. Первая защита диссертации Кокоева Мурата Бексултановича на тему повторной операции на восходящей аорте после ранней выполненных вмешательств на восходящей аорте артальном клапане. Представлены на соискании ученой степени кандидата медицинской наук по специальности сердечно-сосудистой хирургии. Кокоев Мурат Бексултанович окончил лечебный факультет Северо-Осетинской государственной медицинской академии. После прохождения интернатуре на кафедре общей хирургии факультета после дополнительного образования обучался в клинической ординатуре по специальности сердечно-сосудистой хирургии в нашем центре. Дальше в аспирантуре в отделении хирургии корни аорта, затем в отделении реконструктивной хирургии корни аорта нашего центра. Работал сидеть с сосудистым хирургом в этом отделении по совместительству с 2011 по 2012 год, а с 2012 год в настоящее время является штатным сотрудником. Диссертация выполнена на базе отделения хирургии корни аорта и отделения реконструктивной хирургии корни аорта нашего центра под руководством академика Ильи Антоновича Бакерия и Анатолия Ивановича Малышенкова. Пробежда 16 ноября 2016 года под председательством профессора Муратова. Весами-рецензентами выступили Данилов и Титов. 12 статей, всего 26 научных работ, из них 12 статей в ведущих журналах ВАГ. Экзамены все сданы на отлично, председательный документ полностью соответствует действующему положению порядка присуждения ученых степеней и присвоению ученых званий. Мурат Бессултанович, вам дается 20 минут для изложения основных результатов вашей диссертационной работы. Пожалуйста. Глубоко уважаемый председатель, глубоко уважаемые члены Диссовета, коллеги, так получилось, что я являюсь последним диссертантом Анатолия Ивановича Малышенкова, поэтому, с вашего позволения, немножко хотел бы отступить от протокола и перед изложением своего доклада почтить память Анатолия Ивановича вставанием. Спасибо. Повторные операции на восходящей аорте являются по сей день актуальной проблемой и одной из сложнейших в кардиохирургии и выполняются с нарастающей частотой с каждым годом. В нашем центре за исследуемый период выполнено более 1300 операций на восходящей аорте, из них 85 пациентов оперированы повторно. Первую повторную операцию выполнил в 1994 году член-корреспондент Академии медицинских наук Анатолий Иванович Малышенков. Целью нашего исследования явилось провести анализ повторных операций и дать характеристику специфических осложнений после операции на восходящей аорте и ортальном клапане, потребовавших повторное хирургическое вмешательство для последующего улучшения результатов операции. Для выполнения цели нами были поставлены следующие задачи – провести анализ осложнений после ранее выполненных вмешательств на восходящей аорте и ортальном клапане, явившихся причиной повторных операций на восходящей аорте, разработать показания к проведению реоперации, определить хирургическую тактику при проведении повторных вмешательств, провести анализ результата повторных операций на восходящей аорте и возможные варианты предотвращения осложнений. За исследуемый период, как было сказано, выполнено 85 повторных вмешательств на восходящей аорте и дуге. Все пациенты нами были условно разделены на две группы. В первую группу вошли 46 пациентов после ранее выполненного вмешательства на ортальном клапане и 39 пациентов во вторую группу после ранее выполненных операций на восходящей аорте. Большинство пациентов составили мужчины, возраст колебался от 11 до 74 лет. Достоверных различий по группам, по возрасту и полу не было. Большинство пациентов были трудоспособного возраста. Этиологическими факторами при первичных операциях в первой группе явились в основном двустворчатый ортальный клапан и ревматизм. Во второй группе синдром морфана и медианекроз. В качестве первичных операций в первой группе в подавляющем большинстве случаев выполнено протезирование ортального клапана в сочетании или без окутывания восходящей аорты. Также ортальная комиссуротомия, сечение подклапана мембраны и репротезирование ортального клапана с пластика фиброзного кольца ксеноперикардом. Во второй группе в подавляющем большинстве случаев в качестве первичного вмешательства выполнена операция Бентла-Дебона в классическом варианте, либо в модификации Качукаса. Также операция Дэвида, протезирование корня орта аллографтом, супракоронарное протезирование восходящего орта, ушивание парапротезной фистулы после операции Бентла и пластика синуса Вальсальва. В половине случаев при операциях Бентла-Дебона имплантирован синтетический кондуит, в 37% сенокондуит с механическим протезом и в 9% сенокондуит, содержащий биопротез. В качестве показаний к реоперации в первой группе в подавляющем большинстве случаев была развившаяся аневризма восходящей орты с расслоением, хроническим или острым, или без расслоения. И у четырех пациентов протезный эндокардит. Также у четырех процентов протезный эндокардит сопровождался с аневризмой восходящей орты. Во второй группе эндокардит явился в третьих случаях причиной реоперации. Также имели место разрыв ксеноперикардиального кондуита, псевдоаневризмы коронарных анастомозов, различные виды дисфункции клапанного протеза либо кондуита, прогрессирование аневризма дуги нисходящей орты у больных с расслоением и функционирующие стоявости по кабролю, в том числе с давлением верхней пола и вены. Хотелось бы отметить, что в первой группе средний диаметр восходящей орты у пациентов на момент первичного вмешательства был около 5 см, при повторной операции 7,5 см. При этом у пациентов с врожденной этиологией порока на момент первичной операции диаметр восходящей орты был достоверно выше, однако на момент повторной операции достоверных различий в ширине орты не было. Во второй группе из-за ортозависимых осложнений было 18% прогрессирования расслоения на дугу и нисходящую орту. При этом в основном пациенты были с расслоением первого типа исходно и с дегенеративной этиологией порока. Все пациенты представляли собой достаточно тяжелый контингент, в основном находились в третьем или четвертом функциональном классе по НИХА и имели вторую А или Б стадию недостаточности кровообращения. Клиническая характеристика пациентов была достаточно разнообразной и неспецифичной. Ряд пациентов имели сопутствующую кардиологическую патологию, такие как ИБС, патология атрионитрикулярных клапанов, которые потребовали выполнения сопутствующей процедуры при повторном вмешательстве. Также ряд пациентов имели сопутствующую патологию разной степени тяжести. И хотелось бы отметить, что 7 пациентов на момент реоперации имели в анамнезе по 2 операции с искусственным кровообращением. Мы использовали практически весь спектр имеющихся диагностических методов, однако не у каждого пациента мы использовали все методы исследования. Подход был индивидуальным в зависимости от патологии, характера предыдущего вмешательства, наличия или отсутствия противопоказаний и экстренности ситуации. С помощью эхокардиографии мы выявляли дегенерацию биопротеза, признаки эндокардита, также дисфункцию ксеноперикардиального кондуита с формированием псевдоанембризма, функционирующего на основном мозг оброле. У пациентов с эндокардитом на черезпищеводной эхокардиографии визуализировали наложение на протезе, также у пациентов с расслоением были флотирующие интима в просвете аорты. По данным ангиографии, также можно было определять дисфункцию кондуита в виде функционирующего анастомоза Кабруля, псевдоаневризм коронарных анастомозов и наличие расслоения аорты. По данным компьютерной томографии, выявляли интимное прилежание аорты к грудине, также признаки биодегенерации кальциноза ранее имплантированного ксенокондуита, дисфункцию ксенокондуита, разрыв его стенки. И у пациентов с наличием средостенок кожного свища путем введения контраста в свищ прослеживали его распространение. На данном слайде эмоскота ангиография среды реконструкции и у подобного пациента введенный контраст распространяется к корню аорты от свища на яремной вырезке. Средний интервал между операциями широко варьировался в зависимости от первичной операции и развившейся патологии. В первой группе составил в среднем 11 лет, во второй – 5 лет. Хотелось бы отдельно отметить пациентов с протезом эндокардитом. Всего их было 22-26% от общего числа. Большинство из них были с абсцессами корня аорты, с деструкцией корня аорты, интракардиальными свищами. Часть пациентов с медиастенитом, с развитием средостенок кожного свища. У трех пациентов функционный процесс распространялся вокруг оставленной части временных электродов от кожи корня аорты. В основном пациенты были с позием эндокардитом и в активной фазе. У данной категории пациентов средний интервал между операциями составил около 3 лет. Данные посева в крови. Типы выполненных реопераций в обеих группах в большинстве случаев выполнялась в Бентала-Дебона в изолированном виде либо в сочетании с вмешательством на дуге. У 9 пациентов изолированное вмешательство на дуге. У 6 пациентов имплантирован аллографт. Также протезирование артального клапана после операции Дэвида. Репротезирование артального клапана с протезированием восходящей аорты после операции Дэвида. Репротезирование клапана с процедурой робичек. Ушивание разрыва передней стенки ксенокондуита с заплатой. Ушивание парапротезной фистулы после операции Бентала. и вшивание отрыва на стомоза правой коронарной артерии. В сопутствующие процедуры у ряда пациентов имели место в основном АКШ и коррекция атрио-ентрикулярных клапанов. Среди повторных вмешательств по поводу эндокардита в большинстве случаев также выполнялась классическая операция Бентала-Дебона, либо в модификации Качокоса. У шести пациентов был имплантирован криосохраненный артальный аллограф. Повторные операции нами анестезиологическое и перфузиологическое пособие проводилось по принятой в Центре методике, однако были некоторые нюансы, связанные с выполнением повторных операций. Так, стернотомию выполняли после коннуляции бедренной, либо подключичной артерии. У ряда больных перед стернотомией проводилась бедренная, венозно-артериальная перфузия. При невозможности выделения и обхода полых вен, венозного возврата осуществляли через двупросветную конюлю. Данные операции охарактеризовались более длительным временем ИК и пережатия аорты по сравнению с первичными вмешательствами. Обязательно использование аппарата CellSever и у ряда больных могло потребоваться экстренное подключение ИК. Уровень гипотермии выбирали в зависимости от планируемого вмешательства. На более ранних стадиях нашего исследования мы применяли более глубокую гипотермию, 16-19 градусов, однако в последние годы придерживались умеренной гипотермии. У пациентов с интимным прилежанием аорта к грудине выполняли поэтапную частичную стернотомию с целью профилактики травмы аорта. Пару клинических примеров. Пациентка с дисфункцией коронарных анастомозов, фистулой и псевдоневризма. Пациент с протезным эндокардитом после операции Бентола. Деструкция корня аорты, свежей вегетации на протезе. Пациент с освещен на переднюю грудную стенку. Интероперационно вводился раствор бриллиантовой зелени для контрастирования свещевого хода. Видим его распространение к корню аорты. Видим интактный клапан аллографта. Однако в связи с массивным инфекционным поражением окружающих тканей аллографт был репротезирован. Перед изложением результатов хотелось бы отметить, что в основном данный контингент представлял собой тяжелую категорию больных, что обусловило довольно высокую летальность на первых порах. Однако по мере накопления опыта летальность удалось снизить. Основные причины летальных исходов были остросердечная недостаточность и полиорганная недостаточность, развившаяся вследствие аритмии, дисфункционных стомозов, перекоронарных гематом, декомпенсированной исходной ХСН, травматичные операции, гипоперфузии, пневмонии, кровотечения. Также имели место геморрагический инсульт, кровотечение из желудочно-кишечного тракта, остросердыхательная недостаточность. Время ИК и пережатия аорты, соответственно, вы видите на слайде. Во второй группе данные показатели были выше. Также у умерших пациентов данные показатели были выше. Госпитальная летальность в зависимости от показаний к реоперации распределилась следующим образом. Доля пациентов с протезом эндокардитом среди умерших 11% в первой группе и 36% во второй группе. Таким образом, среди пациентов, реоперированных по поводу эндокардита, умерло 23%. Следует отметить, что в группе пациентов с имплантированным аллографтом летальных исходов не было, тогда как у пациентов с иными протезами, реоперированными по поводу эндокардита, летальность составила 31%. Нелетальные осложнения достаточно распространенные, соответствуют данным литературы и в количественном и качественном плане. По данным статистического анализа, нами выявлены предикторы госпитальной летальности и факторов риска. По данным невариативного анализа, факторами риска явились активный эндокардит, время ЭК, объем операции, время пережатия аортов, функциональный класс, паниха на момент операции, возраст и мужской пол. Однако на основе мультивариативного анализа предикторами летальности являлись длительность ЭК, объем операции, функциональный класс, количество ранее перенесенных операций в анамнезе и активный протезный эндокардит. Перед выпиской всем пациентам проводился контроль функции имплантированных протезов-кондуитов. Динамика функционального состояния пациентов положительная, в основном на один класс функциональное состояние было улучшено. Выводы и практические рекомендации, с Вашего позволения, зачитывать не буду, они представлены в автореферате и диссертации. Спасибо за внимание. Спасибо. Какие есть вопросы у членов ученого совета к диссертанту? Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, средний взгляд у вас, и что за случай был, когда через 47 лет понадобилась повторная операция? Это очень интересно. Может быть, стойки? Большое спасибо за вопрос. Средний интервал в первой группе, то есть пациентов после протезирования ортального клапана составил около 11 лет, а во второй группе около 5 лет. У пациентов, если брать отдельно пациентов с эндокардитом, то там средний интервал около 3 лет составил. А пациент с таким длительным, скажем так, анамнезом перед реоперацией, это было сечение под клапаном мембраны, и там в дальнейшем маневризма сформировалась, восходящая ворота. Спасибо. Есть ли еще вопросы у членов ученого совета? У присутствующих в зале есть ли вопросы к диссертанту? Спасибо большое. Позвольте представить слово научному руководителю диссертационной работы, директору нашего центра, доктору медицинских наук, академику Леонтон Чебакевичу. Глубокоуважаемый Михаил Борисович, глубокоуважаемый член ученого совета, мне очень приятно представлять Мурат Баксултановичем по многим обстоятельствам. Во-первых, мы все с вами вспоминаем сегодня, благодаря этой работе нашего дорогого друга, сподвижника, великого кардиохирурга Анатолия Ивановича Малашенкова. И это было очень хорошее начало сегодняшней защиты. Второе, что я хотел бы сказать, что Мурат Баксултанович, он интересный человек по жизни, потому что он закончил гимназию с отличием, он закончил институт с отличием. Он взялся за одну из сложнейших тем, которые сегодня, по сей день, существуют в клинической практике. Кроме того, еще не надо забывать, что сегодня уже в этом году 10 лет, как он является фактически сотрудником нашего института, потому что он закончил у нас ординатуру, потом закончил аспирантуру, сейчас является сотрудником этого отделения. И, конечно, эти обстоятельства позволяют нам понять, что сегодня кандидатская, на уровень кандидатской диссертации вынесен один из самых сложных вопросов, повторной операции после такого сложного вмешательства. Второе, что я хотел бы сказать, это у нас, ну, второй, третий или пятый, я уже теперь запутался, откровенно говоря. Я хотел бы сказать, что был такой момент, когда мы делали биологические кондуиты, и в какой-то момент, значит, Григорий Цукерман подошел ко мне и сказал, что вы знаете, говорит, вот мы получили вот такое письмо из журнала European Journal of Cardio Therese Exodere, где главным редактором был впоследствии наш товарищ хороший, если не сказать больше, Марка Турина, который осмеял эту работу, что весь мир делает синтетические протезы, а вы продолжаете делать биологические протезы. На что последовало мое письмо на английском языке, после чего отношения стали улучшаться, а вы знаете, по-следующему он даже часто у нас бывал и принимал участие и так далее. Таким образом, лично у меня, скажем, эта диссертация вызывает очень много каких-то таких эмоций, связанных с становлением этой проблемы в целом. И сегодня она, конечно, достигла такого уровня, когда эта операция сама по себе не является чем-то особенным, хотя всегда, конечно, она относится к очень высоким стандартам. Но с другой стороны, мы сегодня уже говорим о болезни оперированного сердца в данной работе. Тема, которая редко обсуждается, но является крайне актуальной. Ну, а что касается самой диссертации, я думаю, что члены ученого совета оценят по достоинству ту работу, которую выполнил наш сотрудник. Спасибо. Спасибо, Леонид Антонович. Позвольте предоставить слово ученым-диссертателю для оглашения отзывов, поступивших в наш ученый совет на эту работу. В диссертационном совете имеется отзыв или заключение организации, в которой выполнена работа. Это научно-центр с рейсосой с хирургией имени Бакулева. В отзыв отмечается, естественно, актуальность работы. Поскольку этапная частичная минус стернотомия при повторных вмешательств по поводу анавризма восходящей орты позволяет снизить риск интероперационных осложнений. Отмечается также степень научной новизны. Настоящая работа является первым в Российской Федерации об общающем исследовании, посвященном изучению непосредственных результатов повторных операций на восходящей орте после ранее выполненных вмешательств на восходящей орте ортальном клапане. Полученные автором данные позволили разработать и обосновать тактику выбора оптимального метода проведения повторных операций на восходящей орте, а также минимизировать возможные осложнения при проведении первичных вмешательств до предотвращения необходимости проведения в последующем повторных операций. Также отмечается конкретное личное участие автора. Автор принимал непосредственно участие в дооперационном обследовании исследуемой категории пациентов, обсуждении хирургической тактики, хирургической вмешательств на дуге в восходящем отделе аорты при первичных и повторных операциях, курировал пациентов в раннем и послеоперационном периоде, проводил обработку, сопоставлял материал, делал выводы. Также даны сведения о внедрении и предложении о дальнейшем использовании. Они уже внедрены результатом в работу на Ужный Центр Вселенной Сосовской Хирургии. Также целесообразно рекомендовать для использования в клинической практике кардиохирургических центров страны, занимающихся проблемой лечения больных с анавризмом расходящего отдела и дуги аорты. Публикатель имеет большое количество работ по теме диссертации 26, в том числе 12 статьй в журналах, рекомендованных ВАК, две работы в иностранных периодических изданиях. Учитывая уже изложенное, собрание сделало вывод, что диссертация рекомендуется к защите на соискание ученых Себенькой даты медицинских ног по специальности речи сосудистой хирургии. Всего присутствовало на апробации 35 человек, все за. Апробация была правее вредена под председательством Рината Муратова. Поступил отзыв ведущей организации о научно-практической значимости диссертации от Военно-медицинской академии имени Кирова. Отзыв был обсужден и одобрен на кафедральном заседании первой кафедры хирургии и усовершенствования врачей Федерального государственного учреждения военно-образовательного учреждения Военно-медицинской академии имени Кирова и подписан заведующей первой кафедрой Военно-медицинской академии имени Кирова доктором медицинской сноук профессором-академиком Хубулавой Геннадий Григорьевичем. Отзыв положительный. Отмечает актуальность. Отмечается, что повторное вмешательство на дуге орта занимает особое место среди прочих операций на восходящем отделе и характеризуется высокой госпитальной летальностью, что это именно и подчеркивается, что это актуально. Данная научная работа является первым в отечественной клинической практике диссертационным исследованием, в котором проведен анализ и описаны результаты повторных операций на восходящей орте после ранее выполненных вмешательств на восходящей орте и ортальном клапане. Научный процесс в ценности работы также отмечается в отзыве. Говорится, что на основании полученных данных определены показания для проведения одномоментного протезирования восходящей орте у ряда пациентов при коррекции патологии ортального клапана определена тактика динамического наблюдения за пациентами в отдаленном послеоперационном периоде после радикальных первичных хирургических вмешательств на восходящей орте. Но имеются замечания, я бы сказала, даже скорее не замечания, а вопросы. Первое. В автореферации и диссертации встречаются единичные опечатки и стилистические неточности. Второе. Аллографты какого размера вы применяли при повторных операциях у пациентов с диструктивным эндокартитом? Третье. Использовали ли вы протез сохраняющей методики для уменьшения объема вмешательства при повторных операциях по поводу биодегенерации ксенопертикального контуита с наличием механического клапана? Но отмечают, что сделаны замечания, пожелания и вопросы непринципиальны и не отражаются на положительной оценке представленной работы. И отзыв заключает, что по своей актуальности в научной новизне объему полностью соответствует требованиям положений ВАК, автор достоин присуждения искомой степени по специальности сердечно-сосудистой хирургии. И также отмечают, что дизитация является самостоятельной научно-клевизионной работой с обознаванием новизны научных положений, в котором на основании выполненного второго исследования содержится решение задачи, имеющие значение для развития сердечно-сосудистой хирургии. — Ответите пару раз на вопросы, поставленные ведущим учреждением, в частности, академику Булавы. — Во-первых, я очень благодарен академику Геннадию Григорьевичу Булаве за проделанный труд в рецентировании работы. Отвечая на первый вопрос о диаметре аллографта, в основном мы использовали 20-22 размер аллографта. По поводу протез-сохраняющих методик при повторных операциях, действительно, в литературе данные методики описаны, в частности, Лиаки, Пачини из Италии, Токану из Японии описывают данную методику, и с их слов несколько уменьшается период нахождения в реанимации, время операции. Однако в нашей практике мы данные методики не использовали, придерживались более радикального вмешательства, на взгляд, так как протез-сохраняющие методики могут иметь, скажем так, несколько больше геморрагических, хирургических моментов, чем радикальное вмешательство. Спасибо. Дальше поступил целый ряд отзывов на автореферат. Они все положительные, замечаний и вопросов не содержат, поэтому я прочту, от кого они пришли. Первый отзыв прислал профессор Шнейдер из Калининграда, заведующий центром калининградским. Далее поступил отзыв от Барбухати, доктора медицинской науки, заведующего кардиохирургического отделения номер 2, краевой клинической больницы номер 1, имени Очиповского, из Краснодара. Еще один отзыв прислал доктора медицинских наук Чигенев, заведующий отделением хирургии приобретенных пороков сердца, из Центральной клинической больницы, из Нижнего Новгорода. Еще один отзыв. Поступил от Чирагиана, кандидата медицинских наук, заведующего кардиохирургического отделения номер 3, из Федерального центра среди и с Перми. Все они положительные, не содержат замечаний и рекомендуют диссертацию положительным решением по защите. Положительно оценивается актуальность, новизна и практическая значимость. Есть ли у ученого совета вопрос Динарда Шапкатова по поводу представленных отзывов? Нет. Тогда позвольте перейти к обсуждению данной работы и предоставить первое слово официальному оппоненту, доктору медицинских наук, члену-корреспонденту Российской Академии наук Чарчану Эдуарду Рафаэловичу. Глубоко уважаемый Михаил Борисович, глубоко уважаемый Лео Антонович, Мурат Бексултанович, уважаемые члены ученого совета, спасибо большое за предоставленную возможность оценить такой большой и значимый труд. Хотел бы сказать, что, наверное, повторные операции на корне и восходящем отделе аорты, аорты – это вызов для хирурга, и, наверное, это одни из самых тяжёлых операций на аорте, наряду с другими повторными операциями. Но тема, которая выбрана руководителями и самим диссертантом, на мой взгляд, является абсолютно актуальной, она является своевременной, так как на фоне роста операций на клапанах и на аорте больше становится повторных вмешательств. И причины их разные, и необходимо их исследовать. Если, с одной стороны, причина в прогрессировании патологии аорты, на мой взгляд, эти операции даже проще, чем некоторые другие, которые связаны с эндокардитом, протезным эндокардитом, и в особенности протезом, с нагноением протеза восходящей аорты. Вот это вот самый большой вызов для хирурга, потому что работа не только хирургическая, но и в последующем всех служб института. И, в общем-то, хотелось бы сказать, что это большой пласт работы, он показывает, что большой опыт таких операций в Бакулевском институте. И актуальность несомненная. Степень обоснованности научных положений и выводов. Все положения научные обоснованы, выводы и рекомендации, которые представлены автором, аргументированы, достоверны и выходят из положений работы. Научная новизна, но я бы сказал, что, наверное, большего количества повторных вмешательств в России, я думаю, что мало где есть. И собрать этих пациентов, на мой взгляд, составило немалый труд для диссертанта. И более того, работа 20-летняя, в одном центре выполненная, и это еще более становится интересным, читать эту работу, и больше науки в этой работе. По содержанию хотелось бы сказать, она, конечно, большая, масштабная, 205 страниц, 5 глав, обзор литературы, материалы и методы, хирургическая глава, результаты и обсуждения, заключения и выводы и практические рекомендации. В исследовании вошло, как автор показал, 85 пациентов, часть из них, чуть больше половины ранее оперированы были на аортальном клапане, другая часть с реконструкциями аорты. Я сказал, что вот эта вторая группа, конечно, наиболее сложная, и она требует большего труда, не только хирургического, но и всех остальных служб. Ведь самое важное в этой работе было выявить причины этих заболеваний. С одной стороны, это ложный аневризм, устьев, либо анастомозов дистальных, либо проксимальных, это одна проблема. Вторая проблема – это эндокардит клапана, имплантированного ранее, либо дегенерация. Третья проблема, как я уже сказал, это инфекционный эндокардит самого протеза аорты, и автор показывал свищи кожные, и это, конечно, самый большой труд. Если пройтись по главам, первая глава, обзор литературы, автор достаточно подробно описывает литературные данные, как оперировать, каковы причины этих осложнений, какова хирургическая тактика в различных клиниках, как обрабатывать эту рану, надо ли обрабатывать антисептиками, либо нет. Во второй главе материалы и методы тоже. Подробная характеристика этих пациентов, я бы сказал, практически каждый случай автор описывает каждое осложнение, каждый случай. 46 больных было в первой группе и 39 во второй, и этого было достаточно, чтобы проводить статистическую обработку материала. В третьей главе в хирургической технике при повторных операциях тоже автор достаточно подробно описывает хирургическую технику, приводит достаточно много схематических картинок. Единственное, что, конечно, хотелось бы видеть, и я надеюсь, что, может быть, мы в последующем в работах увидим, что мало очень иллюстраций интероперационных, очень интересная часть, прям хотелось бы увидеть интероперационные картинки и окончательный вид этих операций, в том числе наряду с результатами и схемами. Но это не принципиальное замечание, на мой взгляд, оно не требует никаких таких коррекций, но в надежде, что в будущих работах мы эти данные увидим. Глава результаты. Конечно, глава самая интересная, потому что, я как и сказал, тяжёлая группа больных, тяжёлый результат, и это вызов такой, что мало того, что лечить этих пациентов непросто, непросто их трактовать и непросто представлять такой тяжёлый результат. Результат, как и показал автор, более 20% летальности, большое количество полиорганной недостаточности, острой почечной, дыхательной, сердечно-сосудистой недостаточности после операции. Но, тем не менее, со многими осложнениями удалось справиться. И я бы хотел сказать, есть преимущество как раз и в Акулевском институте в том, что есть доступ к гомографтам, аллографтам, которые спасают при протезном эндокардите хирургов. Хотя, наш опыт показывает, что если инфекция протеза, аорты, в ряде случаев нам удавалось справиться с аминтопластикой у этих пациентов, выполнив аминтопластику с санацией раны. Но, несомненно, доступ к аллографтам, гомографтам у нас ограничен. И, что бы ещё хотелось бы, конечно, узнать, я думаю, что я в списке литературы увидел, что статьи такие были у автора, узнать отдалённый результат у этих пациентов, особенно как раз с протезным эндокардитом, как они в дальнейшем живут и что с ними происходит. Бывает ли рецидив инфекции протеза у них. В пятой главе обсуждения очень хорошо автор обсуждает всю проблему от начала, от истоков этиологии заболеваний до результатов. И достаточно хорошо она написана. Выводы и практические рекомендации, которые сформулировал автор, они отражают основные положения работы и полностью соответствуют поставленным задачам. По теме работы опубликовано более чем достаточное количество научных работ. 26 из них 12 статей, в том числе и в зарубежной печати. И сам автореферат тоже позволяет получить представление о работе полное. В целом, все те замечания, которые я сказал, они не являются принципиальными, и анализ работы доктора Какоева Мурата Бексултановича на тему повторной операции на восходящей аорте после ранее выполненных вмешательств на восходящей аорте аортальным клапаном, клапане, выполненной под руководством Анатолия Ивановича Малашенкова или Антоновича Бакерий. На соискании ученой степени кандидата наук показал, что данное исследование можно охарактеризовать как законченный научно-квалификационный труд, в котором проводится решение актуальной научно-практической задачи, имеющей существенное значение для сердечно-сосудистой хирургии. Вы уж извините, я это должен прочитать. По своей сути, актуальности на визне научно-практической значимости диссертации соответствуют требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискании ученой степени кандидата наук согласно пункту 9 положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации номер 842 от 24 сентября 2013 года. А сам автор «Какой, Мурат Бексултанович, достоин присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности сердечно-сосудистой хирургии?» Спасибо. Спасибо большое, Эдуард Рафаилович. Мурат Бексултанович, Вам ответ для оппонента. Там были вопросы и замечания. Глубоко уважаемый Эдуард Рафаилович, большое Вам спасибо за столь большой труд. Что касается Ваших рекомендаций по интероперационным фотографиям, конечно же, в дальнейшей работе будут учтены. На самом деле, почти каждая операция была, скажем так, эксклюзивной. Многие из них выполнялись еще в 80-е, в 90-е годы. Мы даже уже в современный период стараемся каждую такую операцию запечатлевать на фотоаппарат. Так что обязательно учтем в дальнейшем. И по поводу отдаленных результатов. Целью данной работы отдаленные результаты не входили в нашу задачу, но мы, конечно же, отслеживаем данных пациентов. У одного пациента с протезом андокардитом был рецидив инфекции вот как раз с имплантированным аллографтом. Ему повторно имплантирован аллографт был. В принципе, остальные пациенты, скажем так, до 5 лет на наблюдение никаких видов дисфункции протеза не отмечали. Ну, а касательно общего количества пациентов оперированных, часть из них, которые оперированы на более ранних этапах, скажем так, по возрасту, уже умерли, к сожалению. Ну, большинство пока держит с нами связь. Так что, все, спасибо. Удовлетворение ответа. Спасибо. Позвольте предоставить слово второму официальному оппоненту, доктору медицинских наук, профессору Соколову Виктору Викторовичу. Глубоко уважаемый Михаил Борисович, глубоко уважаемый Лео Антонович, уважаемый член ученого совета Мурат Миксултанович. Ну, моя задача существенно упрощена. Эдуард Рафаилович провел детальный анализ по главам работы. Я хочу повторить, что тема, безусловно, актуальна, потому что количество пациентов, которым выполняется протезирование ортального клапана, количество пациентов, которые оперируются на восходящей аорте, безусловно, растет день ото дня, возрастные рамки расширяются, и в будущем мы все чаще и чаще будем сталкиваться с пациентами у которых возникают какие-либо проблемы, либо это прогрессирование заболевания, либо это проблемы с протезом клапана или аорты. И потребность в таких операциях будет расти, и поэтому тот анализ, который провел диссертант, соискатель, он очень важен, и это первая работа, такая детальная, подробная, которая будет основой для дальнейших исследований и в этой актуальной проблеме. Что касается самой работы, некоторых ее моментов, ну, в частности, мне хочется отметить литературный обзор, он несколько необычен, автор не стал начинать с того, сколько слоев у аорты, и как она устроена анатомически, а сразу, что называется, взял быка за рога, начал с того, что могут быть такие-то, такие-то осложнения после протезирования артального клапана, которые могут привести к повторным вмешательствам на восходящем отделе аорты, и какие операции нужны, и что нужно делать вообще для того, чтобы с этим справиться. И небольшой, но емкий такой и конкретный литобзор, вот он был интересен в этом плане. Материал, безусловно, большой, за 20 лет накоплено 85 пациентов, которым выполнены повторные вмешательства на восходящем отделе аорты, и проведен очень детальный анализ этого материала, в каких-то местах может быть даже чересчур детальный, один пациент такой, один такой, ну, наверное, это все интересно для тех, кто занимается этой проблемой и детально это изучает. Важным является в работе раздел хирургической коррекции той патологии, которая возникла, собственно говоря, этих повторных вмешательств, о которых идет речь. Автор подробно разбирает технику, доступ, условия проведения таких операций. Ну, здесь мне хотелось бы обратить внимание на два момента, которые, ну, это не относится к автору, наверное, а относится вообще к клинике, может быть, которая это производится. Ну, в частности, говорится о том, что проводится кардиоплегия кустодиолом по какой-то, ну, не совсем понятной схеме. Есть рекомендации производителей, которые предлагают использовать там кустодиол по определенной схеме с использованием там правила единицы, один миллилитр на килограмм раствора в минуту, и отсюда исходит та, она и называется высокообъемная, происходит то количество раствора, которое вводится. Да, мы все стремимся уменьшить, потому что раствор дорогой, там не всегда используем три литра, два литра. Здесь приведена схема, когда вводится полтора литра, через 90 минут еще пол-литра, потом через каждый час еще пол-литра. сейчас вообще, я просто, это так, ремарка не относительно диссертации, просто сейчас такое немножко вольное отношение к кардиоплегии, отсутствуют официальные растворы кровяной кардиоплегии, поэтому там в каждой клинике создаются свои растворы, и что там перфузиолог мешает в этом растворе неизвестно, а тут вот как бы официально звучит какая-то новая схема, которая, ну, откуда она следует этой схеме, непонятно. Хотя, наверное, это не сказывается на результатах, но все-таки значение защиты миокарда по-прежнему остается, ну, как бы, эта проблема остается, имеет большое значение. Вот. Второй момент, это те, собственно, хирургия, собственно, вид операции, который используется как при первичных операциях, так и при повторных. Но все-таки институт Бакулева является пологетом операций Бентола. Вот. 90% операций первичных это операция Бентола, при повторных операциях, там практически половина, это операция Бентола с использованием различных кондуитов, как ксеноперикардиальных, так и синтетических, но с обязательным окутыванием, созданием соусти. мне кажется, что на сегодняшний день все-таки, это мое мнение, может быть, операция Бентола так и остается значимым достижением как бы хирургии аорты, и многие ее используют, но мне кажется, на сегодняшний день, когда им существуют низкопористые протезы, которые не текут, когда есть клей, которым можно герметизировать анастомозы, все-таки, наверное, больше удобна модификация кучукаса, когда можно выделить пуговки, когда можно избежать вот этих перекоронарных аневризм, которые возникнут в последующем, и ведь окутывание, оно нужно для того, чтобы предупредить то кровотечение, которое, оно заложено в самой операции, потому что часто наложить анастомозы с коронарными артериями бывает непросто, да, в этом плане ксеноперикардиальный кондуит, он очень удобен и полезен, и, наверное, вот именно для таких ситуаций и нужно прибегать к его использованию, в том числе и при повторных операциях. Я вот этого, кстати, не увидел, у вас в диссертации это отмечено, какие кондуиты используются при повторной операции Бентола, синтетические или ксеноперикардиальные, ну, скажите тогда. Вот, вот когда это низкие аустия, и когда это повторная операция, и это операция Бентола все-таки, тогда, наверное, ксеноперикардиальный кондуит удобен. Если это операция после протезирования ортального клапана, когда можно пуговки выделить, вот, то тогда, наверное, все-таки стоит прибегать к операции Кучукаса, и при первичной операции на восходящем отделе аорты, наверное, лучшая операция Кучукаса, потому что тогда меньше условий создается для проблем в последующем. Вот, это мое мнение. Это как бы не относится непосредственно к работе, это отмечается в ней, я просто хотел на это обратить внимание. И, исходя из этого, если перейти дальше к профилактике, то я не увидел этого, ну, как-то пропустил это, когда читал работу, но увидел это в докладе, что при первичных операциях, когда пациентам выполняли протезирование ортального клапана, диаметр аорты в среднем был 5, 25 сантиметра, 5,25 сантиметра. То есть, тогда не расширяли показания к вмешательству на восходящие модели аорты, и это привело к проблемам. И автор отмечает, что сейчас, наверное, и я соглашусь с этим, что сейчас, наверное, нужно при диаметре аорты более 4,5 сантиметров осуществлять какие-то вмешательства. Я не думаю, что всегда это должна быть радикальная коррекция операции Бентала, но можно сделать резекцию аорты и пластику ее, чтобы уменьшить диаметр и уменьшить те потоки, сделать их более ламинарными в восходящем отделе аорты и предупредить это. И тут еще один важный момент, который, вот я уже обращал это внимание на какую-то диссертацию в центре хирургии, и здесь тоже, говорится только о диаметре аорты. Но диаметр от 4,5 сантиметра аорты это уже как бы расширение аорты, но при этом стенка может быть 2 миллиметра толщиной или больше. Это уже не показание для того, при такой ситуации можно не вмешиваться. Это обязательно нужно отмечать и толщину стенку. Если истонченная стенка и диаметр больше 4,5 сантиметров, тогда нужно думать о вмешательстве на аорте для того, чтобы предупредить в последующем какие-либо проблемы. Но автор все это подробно разбирает и делает акценты на этом. И, наверное, если следовать из тех практических рекомендаций, которые даются в диссертации, то, наверное, количество повторных операций хирургам, которые будут этому следовать в их практике будет меньше. И это важно. А в целом диссертация соответствует всем официальным требованиям, которые предъявляются к диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. И автор заслушивает искомой степени. Спасибо. Спасибо, Виктор Викторович. Мы рады бы, пожалуйста, ответьте вопросам оппонента. Глубоко уважаемый Виктор Викторович, я вам очень благодарен за проделанную нелегкую работу в рецензировании данной диссертации. По поводу кардиоплегии, ну да, действительно, это, скажем так, традиции, наверное, каждого центра, каждого хирурга. На более ранних этапах мы применяли несколько другую схему, мы вводили одномоментно 3 литра кустодиола и дальше уже по течению времени дополняли. Сейчас мы на самом деле придерживаемся описанной в диссертации методики, но у нас не было, скажем так, связанных с защитой миокарда осложнений после операции. по поводу вопрос, по поводу бентола либо качукаса, тут тоже, я думаю, что от предпочтений хирурга, наверное, зависит и от привычек. Вот я знаю, что у нас в соседнем отделении неотложной хирургии приоритетных пороков профессор Муратов Ренат Муратович предпочитает модификацию качукаса, но в нашем отделении так сложилось, что мы являемся сторонниками классической методики и на наш взгляд, особенно при повторных вмешательствах, она более гемостатична, то есть нам легче добиться гемостаза путем выполнения классической операции бентола. Что касается материала при повторных операциях, если не брать, вот у нас было 6 аллографтов, один ксенографт, остальным, которым именно бентола производилось, был синтетический протез имплантирован. Все ваши пожелания, рекомендации, конечно же, будут учтены в нашей дальнейшей работе по поводу толщины стенки аорты. Мы на самом деле комплексный подход сейчас выбираем в зависимости от диаметра аорты, и от толщины стенки, и от того, какая этиология пороков, врожденная, неврожденная, стеноз или недостаточность, молодой пациент, пожилой, то есть комплексный подход используем. Вдовлетворение, Виктор Иванович, спасибо. Позвольте продолжить дискуссию. Кто из левых ученых советов хотел бы обсудить представленную работу? Пожалуйста, профессор Мурат Ренат Муратович. Я должен сказать, что в представленной работе представлен материал, собранный за многие годы. И это, несомненно, колоссальное достоинство этой диссертации. Мы сейчас только что с Владимиром Петровичем говорили, что вообще материал при более детальном анализе и анализе методов перфузии, защиты миокарда, диагностического пособия, он бы мог быть вообще диссертация настоящая докторская. Потому что она затрагивает крайне сложную категорию операций. Хотя больные, конечно, разные. Здесь выделены две группы, но это всего лишь условно. На самом деле ведь гораздо проблема сложнее. Вовлечение дуги, расслоение без расслоения, то есть повторная операция. Я считаю, что автор со своими руководителями такой избрали дизайн исследования, разделили этих больных на две группы условно. Но я должен сказать, что я, поскольку эту диссертацию уже и доклад слушал почти год назад, конечно, взгляды на подходы при первичной операции, конечно, они разные, они меняются со временем по мере наработок технических, навыков отделения, хирурга отдельного и так далее, и так далее. Конечно, у нас меняются подходы, они становятся более агрессивными в отношении аорты. Появление новых материалов позволяет нам перейти на новые материалы в виде низкопорозных кондуитов и так далее, и так далее. Но обсуждая ту проблему, которую затронул Виктор Викторович, как выбор операции с окутыванием или без окутывания, я должен сказать, что являясь абсолютным сторонником открытой операции, мы сталкиваемся с серьезными проблемами при повторных вмешательствах у больных на антикоагулянтах, на антиагрегантах, у больных мы видим кровоточивость, она вроде не хирургическая, и при повторных вмешательствах приходится после долгих усилий создавать искусственное пространство с шунтом к оброле. Приходится. Кто-то, может быть, уже обжегшись, идет сразу на окутывание, и в литературе все-таки прибегают люди к анастомозам к оброле в разных модификациях. Я не хотел бы дискутировать, потому что, в общем, здесь потребуется долгое время, но в целом я считаю, что это диссертационное исследование, оно подводит итог к очень важному этапу. И вот читая эту подробную, и вот я абсолютно рад, что такие педантичные оппоненты, которые охарактеризовали ее как такую емкую, описательную в значительной степени диссертацию, в которой автор смог еще и систематизировать этот материал, такой материал, который может диссертационное исследование, которое может стать настольной книгой хирургов, которые оперируют аорту. И тогда мы можем поучиться у родоначальников этой хирургии тем ошибкам, которые мы могли бы избежать в будущем и найти пути их решения. С этой точки зрения абсолютно считаю, что очень ценная диссертация, тщательно проанализирован материал, обсчитан, и я призываю всех членов совета голосовать за эту диссертацию. Спасибо за внимание. Спасибо, Ренето Варатович. Кто еще из членов ученого сайта хотел бы выступить? Из присутствующих в зале доктор медицинских наук Мироненко Владимир Александрович. Букважен Михаил Борисович, Леон Антонович, членов ученого совета, коллеги. Я также хотел сказать слова поддержки представленной работе, потому что эта работа очень актуальна и важна для нашего центра, может быть, даже особенно, потому что при среднем числе повторных операций по России, по статистике, которую мы имеем, она составляет около 7%, у нас в некоторых подразделениях процент в определенные годы превышает 20%, достигает 30% за счет концентрации таких больных и в том числе больных с этой патологией, потому что при том росте первичных мешательств на аорте, на артальном клапане, в случае абсодирования, абсодирования корня аорты, абсодирования нагноения графта, которые имплантированы, с высокой вероятностью эти пациенты потом направляются в федеральные ведущие центры и концентрируются здесь. Работа подводит огромный итог коллектива, его поиска, развития этой проблемы и поэтому очень сложно здесь в какой-то степени однозначно определить, какой метод является приоритетным, что касается защиты миокарта и выбора повторных вмешательств. С другой стороны, работа позволяет, мне кажется, сделать определенные такие глобальные выводы по поводу радикальности удаления первичного материала для того, чтобы не было возврата, потому что те случаи, которые мы видели, они как раз характеризуют по каким-то причинам невозможность полной санации, то есть случайное или намеренное оставление материала всегда оставляет повод для возврата инфекции и тех проблем, с которыми мы можем столкнуться в последующем. Поэтому здесь в определенной степени стремление к радикализму, а который влечет за собой, конечно же, и усложнение самой операции. Эта работа отражает и тот поиск, который происходил в плане защиты миокарда, потому что те методы, которые мы сейчас применяли, они, конечно, не применялись всегда, но их применение основано сейчас, конечно, я не могу здесь подводить итог, это не являлось этой работой, но на прямой PH-метри миокарда мы увидели, что после часа остановленного сердца PH-миокарда резко снижается, и при стандартном вмешательстве возможны различные схемы. Здесь, с учетом стремления к умеренной гипотермии, все-таки частичного выделения миокарда, мы старались в большей степени провести защиту, выровнять PH, тем самым обеспечить более стандартную защиту миокарда в условиях такого тяжелого вмешательства, и мне кажется, что это нам в большой степени, если не всегда, то в большой степени удавалось сделать, потому что действительно другие причины выступали в плане осложнений, фатальных осложнений, и нам позволяет, в общем-то, этот метод применять дальше. Вот, работа очень емкая, действительно, очень сложно, наверное, было автору разделить группы, сформировать их, но, тем не менее, мне кажется, что эта работа является таким значимым, существенным итогом, итогом, который сегодня применяется уже в нашем центре, и итогом, который позволяет нам действовать дальше, потому что эта работа, сама тема повторных операций, безусловно, не закончена, и на основании тех выводов и тех методов, которые здесь представлены. Мы сегодня многие вещи делаем уже по-другому, и я думаю, что, возможно, к этой работе можно будет вернуться и впредь, и мы покажем гораздо более благоприятные, по крайней мере, на взгляд, цифры летальности и осложнений, то, что мы видим сегодня пока, так сказать, без завершенного анализа. Спасибо. Спасибо, Владимир Александрович. Есть ли еще желающие выступить? Нет? Тогда вам представляется заключительное слово. Благоуважаемый Михаил Борисович, Леон Антонович, члены диссертационного совета, коллеги, хочу выразить свою благодарность в первую очередь академику Леон Антоновичу Бакере, директору, научному руководителю, за предоставленную возможность учиться, работать, заниматься наукой в главном центре страны. Анатолию Ивановичу Малашинкову, к сожалению, которого сейчас нет с нами, заведующему отделением хирургии корня аорты Мироненко Владимиру Александровичу, кардиохирургу Русанову Николаю Ивановичу, большая часть операции выполнена им. Также всему коллективу отделений хирургии корня аорты, реконструктивной хирургии корня аорты, в особенности моим старшим коллегам, товарищам Кумарам Валерию Мухаммедовичу, Рычину Сергею Владимировичу, также всей моей семье, друзьям, близким, кто поддерживал меня и ждал этой работы сегодняшнего дня и также еще раз поблагодарить оппонентов, рецензентов Данила Тимура Юрьевича и Титова Дмитрия Алексеевича, Рената Муратовича Муратова, всем, кто сегодня выступал и кто положительно отозвался о данной работе Динария Шавката Негазизовой за терпение и кропотливую работу с документами. Всем большое спасибо. Спасибо большое. Присаживайтесь. Прежде чем передать на тайное голосование, нам надо выбрать счетную комиссию. Предлагаются профессора Ключников Иванович Лалыч, Купришов, Алексей Анатольевич и Диасамидзе Кахабер Анверович. Кто за эти кандидатуры? Пожалуйста, члены счетной комиссии приступите к работе. Пожалуйста, члены ученого совета голосуйте, потому что все снимается. Продолжение следует... после того, все равно голосование. Брестящий к вору. К вору, да. Давно дополнилось. Я бы сказала, никогда. Нет, ну, пойдем. Ну, да. не не Продолжение следует... Спасибо. 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 Уважаемые члены ученого совета, коллеги, прошу вас присаживайтесь. Счетная комиссия выполнила свой долг. Профессор Ключенков сейчас согласит результаты тайного голосования. Глупо уважаемый Михаил Борисович, глупо уважаемые члены ученого совета, коллеги, результаты тайного голосования по защите диссертации Кокоева Мурата Бексултановича на соискании ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.26 сердечно-сосудистой хирургии. Из 23 членов ученого совета на заседании присутствовал 21 член совета, роздано бюллетеней 21, осталось нерозданных 2, в Урне оказалось 21 бюллетень. Результаты голосования за 21, против и недействительных бюллетеней нет. Позвольте утвердить результаты счетной комиссии голосования. Диссертационный совет подготовил проект заключения. Просмотрев материалы дела, диссертационный совет отмечает, что на основании выполнения соискательных исследований разработаны показания к проведению реоперации на восходящей ОРТе и дуги после ранее выполненных вмешательств на восходящей ОРТе о раннем клапане и тактиках хирургических лечения данной категории больных. Предложены оптимальные методы проведения повторных операций на восходящей ОРТе, а также хирургическая тактика при первичных вмешательствах. Доказаны причины повторных операций на восходящей ОРТе и дуги в раннем и отдаленном периоде после вмешательства на восходящей ОРТе и ортальном клапане. Внедрены в практику различные тактические подходы, основанные на результатах проведенного исследования, применение которых зависит от вида перенесенной ранней первичной операции. Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что доказано, что неправильно выбранная хирургическая тактика при выполнении первичных вмешательств на ортальном клапане и восходящей ОРТе способствует развитию ранних и поздних послеоперационных осложнений. Раскрыты причины осложнений летальных сходов после повторных операций на восходящей ОРТе и факторы риска возникновения указанных осложнений. Значение полученных соискательных результатов исследований для практики подтверждается тем, что пациенты, перенесшие хирургическое вмешательство на ортальном клапане и восходящей ОРТе, в особенности в рожденной этиологии порока и биологическими протезами, нуждаются в пожизненно-периодической диагностике и динамическом наблюдении для выявления возможностей специфических осложнений и своевременной коррекции. Создана система практических рекомендаций. Оценка достоверности исследований выявила, что теоретические положения, изложенные в диссертации, согласуются с результатом статистического анализа. Идея работы базируется на доказательной необходимости выбора индивидуальной хирургической тактики и более радикального подхода. Лише вхват соискателя состоит в сборе и анализе данных, получив при обследовании наблюдения за пациентами, предоперационной подготовке и послеоперационного ведения больных, участие в операционном процессе, обработке материала, применение статистических методов исследования, анализе литературных данных, написание основных публикаций по выполненной работе. Таким образом, диссертационный совет на заседании 15 декабря 2017 года принял решение присудить, какое его, Мурату Бексулдановичу, звание кандидата медицинских наук. Нам надо утвердить протокол и заключение нашего ученого совета. Кто за, ученый ученый совета прошу проголосовать. Принято единогласно. Мурат Бексулданович, позвольте поздравить вас с окончанием первого этапа вашей трудной работы. Я пожелал бы вам, прежде всего, успехов, чтобы мы скоро встретились на втором этапе вашей работы, а самое главное, счастья хирургического, тяжелой работе по хирургии корней аорты. Успехов вам! Хорошо, хорошо.